так здравствуйте мои виртуальные слушатели я надеюсь меня слышно видно вы подайте какой-нибудь знак чтобы было понятно что все хорошо с трансляцией нашей слышно отлично хорошо спасибо вам большое за реакцию я бы конечно предпочла видеть ваши прекрасные прекрасные лица но как есть сегодня онлайн ну что поехали работе после новогодних праздников тут мы имеем два момента первое advice у нас какого числа до единственного или множественного нам нужно разобраться и второе это с временной формы значит помним что advice у нас всегда единственное число поэтому у нас правильный вариант естественно здесь будет воз почему еще воз по временной форме потому что у нас есть предыдущем предложение по simple мы видим that i received то есть который я получил тот совет который я получил был это не какое-то предшествующее действие да или последующие или подчеркивающее да какой-то промежуток нет это было одновременно он получил и этот совет соответственно был поэтому вот вариант i'd like you to go to the greengrocer the greengrocers greengrocers the greengrocers to buy some fruit for children мы имеем здесь вариант sim правильно почему потому что мы знаем что все вот эти сервисы все магазины да то есть headdressers например парикмахер да или greengrocers как здесь это магазин бокале да то есть где зелень продается или butchers это мясной да и так далее во всех конструкция имеет всех этих вариантов конструкция имеет апостроф да апострофы and as in the end и в конце вот это вот с мы имеем в виду всегда один магазин или один сервис поэтому вот такая конструкция если бы мы говорили про множественное число помните там немножечко другое правило там мы сначала добавляем с во множественном а потом уже ставим апостроф здесь единственное число второй вариант си вариант так david took a bus instead of a tram because they were passengers in it варианта less least most pure значит тут нужно помнить что наши passengers это одушевленные исчисляемые существительные да если бы мы имели ввиду не одушевленные не исчисляемые допустим да мы могли использовать вот этот вариант less меньше да потому что эта форма вторая от little little это у нас мало мы можем сказать little money мало денег да например там или еще чего-то но здесь у нас именно вариант few few это у нас меньше с исчисляемыми и fewer это вторая форма то есть меньше сравнительная форма поэтому вариант deep right if i get a good mark in english i'll be really exciting excited 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 exciting ну во первых мы сразу здесь видим что две формы вообще не имеют места быть в английском да это третье си да x excited что это такое exciting где двойное тил тоже не может быть в принципе такого то есть у нас выбор из первого и второго exciting excited тут следует помнить что мы должны мы должны определить вы сами такие да или что-то само такое или на вас что-то повлияло и соответственно под этим влиянием такими стали то есть если книжка например сама по себе увлекательная как здесь да exciting да было бы вариант или вы сами по себе там скучные бурэйн или там да или урок скучный бурэйн и так далее да тогда окончание им а если вы под влиянием находитесь да тогда вы соответственно excited или боль да вам скучно да или interested вам интересно поэтому здесь вариант excited be правильный потому что он ему интересно да он заинтересован такой взволнованный так так people have a historic chance to widen the circle of democracy even for the father the father's to the farthest я так вот на таком часто очень сваливают в тесте потому что почему-то студенты не знают такого момента что от слова far далекий есть две формы да которые вот образуются у нас есть вариант far father the farthest и часто этот вариант используют студенты по привычке но есть у нас по даду фардаст еще варианта father когда мы говорим и дефадес мы имеем ввиду расстояние то есть более далекий или самый далекий по расстоянию да если мы говорим по степени расположения например следующая информация какая-то да вам нужна так далее дальнейшее развитие это не по расстоянию да это по степени поступления поэтому вот вариант в данном случае первый да это правильный ко Mc Engель но